Это вторая часть нашей беседы с Дмитрием. Напомню, он в нашем психоневрологическом частном интернате находится уже около двух лет с того момента, как мы существуем. В этой части мы проведем также тесты на моторику и, напомню, диагнозы у пациента это шизофрения, бред, бред сумасшедшего, синдром Кандинского и голоса в голове. Так что давайте прослушаем дальше. Я хотел бы пожаловаться на самом деле. Потому что, как у вас, да, все комфортно. У нас телевизор, PlayStation есть в палате. Пока я занимаюсь своими делами, я в PlayStation футбол играю. Но вот Фаина Витальевна, ваша старшая медсестра, она меня ненавидит. Она постоянно на меня орет и мешает мне курить в туалете. Отняла уже 16 зажигалок за последние дня три-четыре. А я их сам обменял на всякие вкусные темы, на пряники, еще что-нибудь, чтобы у меня были зажигалки. Вот у меня на самом матрасе все 16 зажигалок забрала. Вы знаете, чем вы больше будете находиться у нас на лечении, амбулаторном даже его можно назвать, вы станете понимать, у вас начнется расширять сознание, расширяться то, что курить вредно. Вы дольше проживете и уйдете от нас здоровеньким, если вообще бросите курить. Если вообще уйду. Если, ну, это только воля Бога. Воля Бога и врачей, и комиссии. Бога или комиссии, понимаете? Человек постоянно перекладывает на Бога свою ответственность. Ну, так вот, мы так же и сделаем в этот раз. Переложим тоже на Бога всю ответственность. Ну, да. Давайте, все-таки, вот приближая к нашим тестам, пройдем. Скажите, Фаина Витальевна, почему она говорит, я сижу, курю, она говорит, хватит курить, уже отбой, хотя до отбоя еще три минуты. То есть она просто докапывается до меня. Мне, когда кололи Аминазина, я сидела на мягком диване, она подходила, говорю, здесь нельзя сидеть, потому что ты из надзорной палаты. То есть она меня ненавидит, это преступление на почве ненависти. Она заботится, еще раз повторюсь, она заботится о вашем здоровье все-таки. Не, не, вы что-то не понимаете, она сука конченая, как это вам непонятно. Ну, я бы на вашем месте, на оскорбление бы ее не спускался, потому что все-таки в рамках ее работы она делает ее ответственно. Она просто подстраивается и лояльно окончается, вот и все. Ну, так, слушайте, ну это на самом деле, наверное, в ее стратегии правильно. Почему? Потому что она работает здесь за зарплату. Они на зарплату... И второе, да, давайте оставим ее, попробуем все-таки пройти простые тесты, которые как раз вашу моторику определяют. Я знаю, что у меня проблемы с вниманием, я не могу вас интервьюраться на одной точке. Я смотрю на меня, она всплывается. А когда это началось? Это всегда, вот сейчас я смотрю, на стену она вся плывет, там какие-то надписи, он, ваши фотографии написано, что доктор медицинских наук. Я не верю в это. Вот расскажите, как называлась ваша работа докторская? Давайте в рамках нашей беседы, тем более на видео... За однию дал, ха-ха! Ну, можно и так сказать. Можно и так сказать. Давайте в рамках нашей беседы... Да, пожалуйста. Тем более на видео не будем моей компетенции разглашать. А то, я боюсь, начнут меня приглашать в другие клиники работать. Ну, не факт, не факт. Злой, жестокий, несправедливый. Вы знаете, похоже, это все-таки ваше оценочное мнение, которое не совпадает с действительностью. Проявления злости к пациентам у меня никогда не было. А модетенды по каждую неделю по 4 куба. Только вы от них смотрите мультики и довольны. Нет, мультики... Мы только что об этом говорили. Ладно, да, давайте перейдем в прайс. Это я уже встал, надо пойти в PlayStation играть. Да, скоро у вас уже будет и PlayStation. А, я же еще Vibraтор Rot хотел заказать. А что это такое? А на Озоне, посмотрите, он 2 600 стоит. Да, хорошо, понял, посмотрю. Давайте тогда перейдем с вами к тестам. Да, да. Ну, возьмите ручку и сначала простейшее. Нарисуйте вот в этом углу круг, а вот здесь нарисуйте, пожалуйста, в этом углу квадрат. Как вы их представляете? Запросто. У меня всегда все просто. Пожалуйста. То есть, поэтому вот это все-таки круг, по-вашему мнению? Да, это Михаил Круг. Ну, мы сейчас говорим, вот здесь мы должны были нарисовать круг, а здесь квадрат. Диаметрально противоположно. Я просто изглазил разрез с общественным мнением. А, то есть вы все-таки знаете, где нас? Да, да. А, ну так это уже приближает вашей комиссии к выходу. То есть, видите, мы сейчас вышли на то, что... Понимаете, я не боюсь, что вы меня можете сломать, как бы, даже если вы меня 10 лет 15 продержите. Я там не боюсь. Такая у нас не задача вас сломать, у нас задача вас вылечить. У вас задача, чтобы здесь я нарисовал круг, а здесь квадрат. А я делаю наоборот, потому что мне пофиг. Так вы сами отдаляете комиссию, получается? Так комиссия, злой бога, нахрен мне нужна. Я сам себе комиссия. Вы сами себе комиссия? Конечно, я знаю, что когда я пью меньше двух стаканов лодки в день, я себя хорошо чувствую. Ну, вы же понимаете то, что, к сожалению, существует еще общество, которое может... Ну, к сожалению, как все. Николай Евгеньевич, я хотел еще задать такой вопрос. Да, вот я вас, как вы утверждаете, два года. Я же работал в Газпроме, мне должны были выписать больничный и оплатить его. Как бы я просто себе хочу феррари купить, а там зарплата была нормальная, значит и больничный будет хороший. Ну, вы знаете, я вот эту информацию уточню. Да, будьте добры, потому что за два года больничных, я думаю, не феррари. А, то есть вы все-таки смотрите, получается, помните, что вы у нас два года? Нет, это я с ваших слов, но я начал вспоминать. Сейчас у меня пошли ассоциации, в голове такие, они летают, летают. Как будто эти инопланетяне посылают мне какую-то информацию, чтобы я знал больше, чем вы знаете. А, очень. В этот момент, как и где-то 10 минут назад, у Дмитрия произошел небольшой всплеск эмоций. Мне опять пришлось немного приостановить видеозапись, для того, чтобы мы дальше смогли продолжить тест моторики. Я думаю, вы это, наверное, увидите уже в следующей части. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok